Как известно, чужой беды не бывает. В дом к Александру и Ане Фоменковым постучалась беда. 2 октября 2014 года, когда нам было уже полтора месяца почти, мы пошли в детскую поликлинику на плановый осмотр офтальмолога, и Елена Александровна Бужан поставила нам предварительный диагноз ретинобластома левого глаза. С этим диагнозом она нас отправила в Краснодар, мы туда поехали, который диагноз, к сожалению, подтвердили и предложили нам удалить глаз. Мы решили не терять время и попробовали попасть в крупнейшую онкологию Москвы имени Блохина. Нам очень повезло, что нас там взяли, нам провели там два курса химиотерапии из шести. Шесть было назначено. Но химия очень сильно бьет по организму такого маленького ребенка. Мы в четыре месяца, получается, не сидели, не держали голову, ничего. Мы просто лежали, кричали, мы не ели, не пили, мы очень похудели. Я приняла решение, что надо увозить оттуда ребенка. И мы связались с клиникой Швейцарии, они согласились нас туда принять, списались с профессором, я ему прислала все снимки, которые делали нам Блохина глазного дна и прочее, и все результаты анализов. И он сказал, что он поможет нам. Александр и Анна не отчаялись и стали собирать средства на дорогостоящее лечение в Швейцарии, чтобы спасти любой ценой глазки Алисы. И в России нашлось много неравнодушных людей, которые оказали и оказывают сейчас помощь этой семье. Но все же лечение Алисы очень дорогостоящее и требует колоссальных денежных затрат. Мы когда туда поехали, забрали ребенка на полтора часа. Это были самые ужасные полтора часа, наверное, в моей жизни, потому что вся надежда была только на Швейцария. То, что я уже поняла, что в России нам особо не помогут. Когда мы туда попали, он вышел и говорит нам, что да, у вас динамика хорошая, то, что он сохранит нам глаза, но говорит, нужно постоянно лечиться и постоянно наблюдаться. Таких поездок нам надо две в месяц. Они выходят очень дорого. Он делает нам термотерапию и лазер. Последняя поездка нас очень расстроила. Профессор нашел у нас очаг, который сказал, что впервые такое видит, что нас очень удивило, один из лучших специалистов мира, и очень напугало, что делать, куда бежать, к кому обращаться. Он сказал, что этот очаг, он не новый, что он уже был. Вполне возможно, что большая опухоль дала так называемый отсев, потому что этот очаг, он не прикреплен к сетчатке, он просто плавает в стекловидном теле, в самом глазу. И сейчас он пролечил нам все это лазером и сказал, что если вдруг это не поможет, то буду делать укол мелфоланом, это химпрепарат, прямо в глаз. Я очень надеюсь, что лазер нам поможет. Нам не придется делать этот укол. Но, тем не менее, нам все равно надо ездить раз в две недели туда, в больницу. Это очень дорого. Поэтому я хочу попросить вас всех, пожалуйста, помогите, помогите моему ребенку видеть. Она очень хочет видеть маму, папу, солнце. Пожалуйста. Страшно. Такая для многих из нас повседневная вещь. Способность видеть родных, весну, все вокруг для Алисы может стать только мечтой. Но и Алиса, и ее родители, родные, и все неравнодушные люди Анапы, все мы верим, что вместе, всем миром, сможем помочь Алисе сохранить глазки.